Спасибо, уважаемый председатель, уважаемый господин Граджио, я не позволю поблагодарить вас за всесторонний доклад, в котором вы хорошо поработали над тем, чтобы отобразить реальную картину нарушения прав человека, исходящую из различного рода конфликтов. Мы разделяем ваш взгляд на то, что пострадавшие и затронутые от конфликтов лица сталкиваются с ограничением большинства их основных прав человека, включая доступ к собственности и ее использованию. Мы не должны забывать, что никакое право не может быть осуществлено за счет нарушения права другим. Лица, которые жили в зоне конфликта, имеют равное право с теми, кто все еще проживает. Следовательно, представители азербайджанской общины, изгнанные из народа Карабахского региона и семи прилегающих к районам Азербайджана имеют те же права, что и проживающие там ныне армяне. Это не первый случай, когда представители Армении на разных площадках пытаются прикрыть, своя грехи и оккупацию почти одной пятой территории Азербайджана, рядом с защитой прав проживающих там граждан Азербайджана-армянской национальности. Хорошо известно, что Армения использовала военную силу для оккупации территории Азербайджана и создали на ней подчиненного сепаратистского образования. Эта сущность совершенно не признается как таковая. Она находится под руководством и контролем Армении, который пытается преподнести ее как сторону конфликта с привлечением к приговорным процессам. Это прозвучало здесь вчера и сегодня, как, к сожалению, неконструктивный ответ на наш, основанный на принципах международного права подхода. Армения делает все возможное, что представит армянскую общину региона в качестве единственного представителя, при этом отказывается принять хотя бы существование азербайджанской общины насильно изгнанной из этого региона Азербайджана. Напомню, что Совет Безопасности ООН в своих резолюциях осудил применение силы против Азербайджана, и никто никоим образом не может принизить значимость резолюции Совета Безопасности, потому что в соответствии со статей 25 Устава ООН, решения Совета Безопасности должны исполняться странами-членами ООН. Поэтому заявление о том, что эти резолюции в отношении конфликта армянской Азербайджанского потеряли свою актуальность сегодня без основателей. Хотя Армения все эти годы боролась и что захват чужой территории, тем не менее, давайте поговорим о людях, о тех, которые в результате вооруженных сорокновений по линии соприкосновения все еще страдают от конфликта, разрушаются семьи, моральные тенности, семейных родителей, дети войны, теряя самые лучшие годы своей жизни, становятся агрессивными или же чувство страха преследует их везде и повсюду, ведь они должны расти в кругу семьи, иметь доступ к здравоохранению, образованию, чистой воде и санитарным услугам, как это предусмотрено одним из важных пунктов ЦУРА. Затяжные конфликты лишают их этой возможности и делают их заложниками амбиций политиков стран, которые не предмегают принципу международного права. Мы не можем принимать продолжающиеся, вопиши, преднебрежения к международному гуманитарному праву и правам человека, как будто это норма жизни. Поэтому мы путем принятия нашего документа и отражения вне усиливающих поправок, которые должны еще четче отразить наше уважение к правам человека и основным свободам, призвать к ответственности каждого, кто своими действиями способствует нарушению мира и стабильности. Спасибо за внимание. Спасибо.